Для создания картины из шерсти нам с вами потребуются следующие материалы. В первую очередь это рамочка со стеклом. Рамочки бывают разные, это фоторамки. Выбирайте сами на свой вкус. Такие вот рамочки. Главное, чтобы она была со стеклом. Без стекла держаться ничего не будет. Из рамочки мы будем доставать вот эту вот картоночку, заднюю часть, на которую будем класть кусочек ткани. Ткань может быть абсолютно любой. Главное, чтобы она была не скользящая. Вот это простой хлопок. Либо это могут быть обычные хозяйственные салфетки из нетканого материала. Они продаются в рулоне. Очень удобно. Сколько нужно, столько и отрезали себе. Я использую все, что есть в хозяйстве. Вот, например, вот такая вот одноразовая скатерть, тоже из нетканого материала, вполне подходит. Из нее мы как раз с вами и вырежем основу для нашей будущей картины. Далее нам понадобится пинцет. В принципе, это не обязательно. Клей для того, чтобы зафиксировать нашу ткань на картонке. Ножницы обязательно острые. Желательно с тонким кончиком. Вот эти вот, типа парикмахерских. Большие ножницы для вырезания ткани. И конкретно перечислю оттенки шерсти, которые подойдут нам для создания нашей весенней картины. Образец. Вы можете по нему ориентироваться. Для фона вот такие вот оттенки всевозможные бежевого. Все, что найдете. То есть просто может быть бежевый такой. Может с зеленоватым оттенком быть, да. Может такой охристый быть. Может быть такой болотный для теневых частей, да. Но если у вас есть просто такой вот светло-какой-то зелено-оливковый, да. Такой вот бежевый. То вполне тоже подойдет. Далее. Зеленые оттенки. Для изображения листьев. То есть основной цвет, теневой. И для света, как правило, мы используем желтый, белый. Мы можем смешать всю эту шерсть и получить дополнительный оттенок. Если у нас такового не найдется. Далее. Для птички и веток коричневый. Если два оттенка найдете, хорошо. Если нет, можно и одним воспользоваться. Черный. Серый. Также у меня два оттенка. Темный и светлый. Если у вас есть один какой-то, уже хорошо. Так, вот еще темно-зеленый такой. Для листиков. Далее. Для сирени. Все оттенки сиреневого, фиолетового, розоватого. Все, что найдете, все берите. Главное, чтобы у вас был темно-фиолетовый. Сиреневый. Вот такой вот. И белый. Остальное можно будет смешать. Вот. Бывают продаются такие миксы. Тоже очень замечательно. Здесь прям сразу несколько оттенков. Вы можете купить такой микс. И сэкономить. Белое. Да, я уже сказала. И я использую для более яркой белой части сирени. Вот такую вот вискозу. Если найдете, тоже хорошо. Если нет, не страшно. Вот, в общем-то, все материалы, которые нам понадобятся. Продолжение следует... Продолжение следует...